Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин И мы продолжаем знакомство лечения органов толстого кишечника Но сегодня наша тема лекции и урока меридианной системой Итак, мы уже знаем с наших лекций, что органы все подвластны внутренним каналам Вот есть внешний меридиан, он простирается по нашему телу А потом в одной из точек облаконтурных он, что начинает контролировать Либо проникать вовнутрь, простираться по нашим внутренним органам и системам Вот когда меридиан простирается по внутренним каналам и системам Он что? Контролирует наши внутренние органы И когда мы хочем вылечить, либо оказать лечебное воздействие Либо профилактическое воздействие на тот или иной орган Мы должны обязательно знать, в каком состоянии все 12 меридианов Почему? Потому что желудочно-кишечный тракт контролирует все 12 меридианов Вот и все И орган, простите, толстого кишечника тоже, что является частью желудочно-кишечного тракта Либо нижним отделом желудочно-кишечного тракта А вот теперь давайте визуально посмотрим, наглядно Визуально, простите, наглядно посмотрим, как же наши меридианы простираются по нашему телу И какие части, еще раз говорю, не сразу же весь меридиан контролирует орган толстого кишечника А какие части толстого кишечника, отделы контролируют тот или иной меридиан Сразу мы говорим, что диагностика 12 меридианов является неотъемлемой частью в акупунтуре Либо в методе акупунтуре, либо в методе галлотерапии, галлокаловании, джензютерапии Как хотите называть, метода прожигания Воздействие на акупунтурные точки Являются неотъемлемой частью, главенствующей частью Почему? Потому что прежде чем воздействовать на точку, нужно знать, в каком состоянии общий баланс Чтобы представление иметь, что мы должны раздражать точку, тонизировать ее, либо расслаблять Вот в этом нам понадобится диагностика 12 меридианов И никаких «но» Итак, мы начинаем с меридиана тонкого кишечника Пожалуйста, внимательно смотрим, как простирается данный меридиан Особенно пунктирная линия И он контролирует наш желудочно-кишечный тракт И не только, и орган толстого кишечника Вот в каком состоянии данный меридиан Если вы не знаете, то вам тяжело будет помочь человеку при тех или иных заболеваниях, связанных с органом толстого кишечника Мы показали один из меридианов Дальше Меридиан сердца, пожалуйста, внимательно Смотрите, как простирается данный меридиан Что он контролирует Контролирует кишечники И не забывайте, что меридиан сердца является хозяином Всех внутренних органов Если мы не знаем, в каком состоянии уже меридиан сердца То уже мы не знаем, в каком состоянии все внутренние органы Смотрим, пожалуйста, внимательно, как простирается меридиан желудка По нашему телу Пунктирная линия В каком состоянии данный меридиан В таком состоянии, что и наши с вами кишечники В том числе и отделы толстого кишечника Далее смотрим меридиан поджелудочной железы Внимательно смотрим, как простирается данный меридиан Пунктирная линия особенно И в каком состоянии данный меридиан Если вы не знаете, вам тяжело будет помочь органу толстого кишечника Вы не забывайте, что меридиан поджелудочной железы Является мамой всего желудочного кишечного тракта И нашего организма в целом Далее смотрим Пожалуйста, внимательно смотрите Вот один из основных меридианов Который контролирует наш с вами толстый кишечник Вроде бы кто-то скажет Ну, парадокс Почки, да? Вот в каком состоянии почки Вот если вы здесь внимательно посмотрите То почки контролируют все от промежности до почек То есть полностью толстая кишка подвластна влиянию меридиана почек Вот в каком состоянии данный меридиан Многие люди скажут Да при чем здесь, это как-то не связано Почки и толстая кишка А у вас то в дело тонкое И вот эти тонкости нужно нам с вами что знать и понимать Меридиан мочевого пузыря контролирует позвоночный столб и все наши позвонки Скажем так, если позвоночный столб в плохом состоянии Особенно нижняя часть позвоночного столба В таком состоянии и орган толстого кишечника Поэтому приведите в порядок позвоночный столб и меридиан мочевого пузыря И сразу же, что толстая кишка заработает гармонично Это уже на практике настолько подтверждено, что даже к бабке не ходи Меридиан толстого кишечника Ну, понятно, это является хозяином органа толстой кишки И смотрим, как простирается данный меридиан Если вы не знаете, в каком состоянии Вам тяжело будет помочь органу толстой кишечника И меридиан легких, пожалуйста, смотрим внимательно Как он простирается, пунктирная линия И что он контролирует толстую кишку В каком состоянии, если вы не знаете, тяжело будет помочь Ну и, конечно же, меридиан, который соединяет все органы системы воедино Меридиан тройного обогревателя Этот меридиан участвует во всех энергетических процессах на тонком уровне И он контролирует, пожалуйста, грудную и брюшную мочеполовую систему Ну и, конечно же, что толстую кишку В каком состоянии, многие не знают Также меридиан сосудистой системы перикарда Имеет огромное влияние на толстый кишечник В каком состоянии данный меридиан, многие не ответят на этот вопрос Ну и, конечно же, нам нужно сказать, что основной орган и меридиан Который контролирует все кишечники Сразу говорю, все кишечники Это меридиан печени В каком состоянии данный меридиан Если человек не знает, не понимает То ему будет тяжело вообще оказывать влияние на все кишечники Ну и меридиан желчного пузыря точно так же контролирует толстый кишечник Пожалуйста, особенно его боковые расстройства Вот вам, пожалуйста, и вопрос, на который вы должны дать четкий ответ А в каком состоянии мои меридианы При тех или иных заболеваниях, связанных с толстым кишечником Да, мы можем с помощью точки МО и точки ШУ Продиагностировать орган толстый кишечник Но мы так и не продиагностируем 12 меридианов И не будем знать, в каком состоянии иньские меридианы В каком состоянии яйнские меридианы В каком состоянии меридианы, которые косвенно имеют влияние на толстый кишку Которые непосредственно имеют влияние Которые главенствующие меридианы Сразу же, вот меридиан печени в каком состоянии С меридианом тройным обогревателем Многие скажут, мы не знаем Как вы будете лечить толстый кишку? Потому диагностика 12 меридианов Я повторюсь, извините за туфтологию Но это нужно знать обществу И те, кто смотрит мой канал Либо те, кто интересует Либо кто-то случайно попал на наше видео Помните, без диагностики 12 меридианов Вы улучшите систему толстого кишечника Процентов на 30 Потолок на 40 Больше вы не улучшите 60% так и останутся неведомы вам Потому диагностика 12 меридианов вам в помощь Все меридианы воспаленные нужно расслабить Вследствие чего расслабляется вся система Расслабляется течение ини-янь Вследствие чего, что энергия становится легкой Либо наоборот, у человека мы провели диагностику Слабы, вялы Нет энергии Не работает эта система 12 меридианов Не движется ини-янь Нет этого жизненного потенциала Нужно через точки акупунктурные Что? Восстановить всю систему 12 меридианов в норму Содержать ее в норме Как можно дольше и требовать от этого человека И что? Толстая кишка будет что? Работать вместе с этой меридианной системой Ну я думаю достаточно данной информации И помните, что Восток делает тонко И не нужно подходить слепо К лечению тому или иному органу Спасибо за внимание Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!